Всем привет! Это снова Анатолий Карпов. Мы продолжаем наше занятие по Python для анализа данных. И на втором занятии мы уже, собственно говоря, займемся анализом данных. Первое занятие было по Python, второе будет по Python анализу данных. Мы сейчас освоили самые базовые понятия, как создавать переменные, как работать с переменными, складывать их друг с другом, умножать, вставлять значения переменных в циклы, вставлять значения переменных в if и else. На самом деле это было такое очень короткое введение, но хорошее новое заключается в том, что этого пока что нам более чем достаточно, чтобы перейти уже к следующей теме, чтобы заняться уже именно Python, который позволяет нам решать аналитические задачи. Поясню почему. Потому что, как я говорил, в Python есть специальные библиотеки, для работы с данными. Еще не так давно, до возникновения таких библиотек, когда программисты хотели решить какую-нибудь аналитическую задачу, они должны были писать целый такой код, писать какие-то скрипты, как-то эти данные хитро сохранять в эти списки многомерные, массивы, словари и так далее. Но времена эти прошли, и сейчас в Python есть специальные библиотеки, которые именно разработаны для того, чтобы работать с данными, с данными, которые чаще всего представлены в табличном виде, и большинство аналитических функций и запросов уже как бы записано за нас. Нам их нужно только выполнить. И в этом смысле владение таким Python можно сравнить с управлением автомобилем. То есть вам не нужно знать досконально, как устроен Tesla автомобиль, чтобы сесть в него и поехать. То же самое и с Python. И редко когда от вас, как от аналитика, будут ожидать production-level программирования именно как разработчика. Поэтому то, что мы делаем, это не то, чтобы мы как-то специально там очень поверхностно знакомимся с материалом. Наоборот, мы знакомимся просто ровно с тем материалом, который нам нужен. И вот это вот прикладное такое аналитическое программирование, используя библиотеки данных, ровно то, что нам потребуется. Итак, смотрите, я тут создал еще одну папочку себе, переименовал Jupyter Notebook в Lesson 2, и, соответственно, здесь мы будем работать на нашем втором занятии. Начнем мы наш скрипт с вот такой команды. Мы напишем import pandas spd. Ну, вы видите, что скрипт отработал без ошибки. Давайте сразу разберемся, что же здесь произошло. Пандас — это такая очень известная библиотека для работы с данными. Очень похожа на панды, но нет. Пандас называется, потому что это panel data. Panel data — это как раз вот та структура данных, которая нам максимально всем знакома. Когда у нас в строках какие-то наблюдения, а в колонках название значений. Вот, допустим, там в строках у нас список аналитиков, список клиентов, а в колонках там имя, фамилия, год рождения и прибыль с этого клиента. Соответственно, pandas — это название библиотеки, в которой есть множество функций. Самое первое из них будет называться pd.read.csv. То есть первым делом мы считаем файлы. И вот обратите внимание, сейчас мы записываем это название сокращенно, просто pd. Вот потому что мы нашу библиотеку pandas импортнули, призвали, как сокращенное название pd. В этом нет никакого, опять же, сакрального смысла. Можно было импорт pandas s что угодно, просто импорт pandas s pd. Это такая уже общепринятая аннотация, которая используется в мире анализа данных. И как бы в большинстве примеров кода, которые используют для теку pandas, именно pd будет использовано в качестве такого сокращения. Дальше мы переходим к задаче считывания внешнего файла, который лежит в csv. Это наша такая сегодня будет первая аналитическая задача. У нас будут данные по продаже некоторого продукта. И вот мы, как аналитик, должны будем сделать такой разведывательный анализ данных. Обратите внимание, что когда мы начинаем считывать данные, мы видим, что pandas предоставляет множество возможностей считать внешний формат, не только csv, но и xlx-файл, html-файл, json-файл. То есть, в принципе, существует довольно много форматов данных, и большинство из них можно считать в pandas прямо, вот так сказать, из коробки. Нам потребуется pd.read.csv. pandas.read.csv – это функция, которая получает на вход путь к файлу, и, соответственно, считывает его в такой, так называемый, пандаский data fray. Обратите внимание, что вот в lesson 2 я положил файлик lesson1.data.csv. Он также хранится в папочке с общим доступом, и вы можете считать его оттуда. Что для этого нужно сделать? Смотрите, pd.read.csv. Если мы нажмем tab, нам сразу, не так-то же, если мы начнем писать путь к файлу, то мы увидим, что вот нам Python предлагает продолжить путь к файлу. Обратите внимание, мы можем выбрать сейчас lesson2, мою директорию, и здесь увидеть тоже есть разные файлы. Вот какие-то из них, это название юпитер ноутбуков и служебные файлы, а вот этот вот lesson1.data.csv — это тот файл, который нам нужен. Для тех, кто не знаком с Linux и командной строкой, обратите внимание, что как бы путь к файлу мы записываем, как такое расположение его в нашей файловой системе. И на самом деле, вот мы сейчас находимся в моей папке home.upiter.carpov.lesson2 и вот, соответственно, cssv файл. Вы можете считать этот файлик из директории shared. Ссылочку на считывание я приложил перед этим уроком. И, как вы понимаете, этот файлик мы хотим считать не просто так, а в какую-то директорию. Прошу прощения, в какую-то переменную. Ну давайте для простоты назовем переменную df. Что же за файл, с которым мы будем работать? Это файлик, в котором вот есть информация про продажи различных курсов. Вы видите, что здесь есть номер заказа, дата заказа создания, дата оплаты, название курса, статус, сколько мы заработали на нем, из какого города был покупатель и, соответственно, какой системой оплаты он пользовался. Ну вот, это такая классическая история. Файлик сохранен у нас, как бы, получается в такой формате вот такого panel data и, соответственно, нам ничего не мешает его теперь перенести в питон. Для этого мы воспользуемся функцией pandas.read.csv. Вот мы передали наш с вами файлик в качество такого путя и, соответственно, здесь выполняем команду. Но не все так просто. Обратите внимание, сразу же натыкаемся на какую-то ошибку. Ага. Нам пишут, что utf.encoding не смог справиться с кодировкой. Это нормально. Файлы текста бывают в разной кодировке и, соответственно, очень часто нужно дополнительно указать энкодинг. И в данном случае это будет Windows 1251. Почему Windows 1251? Ну, потому что в большинстве случаев либо utf.8, либо Windows 1251. Это хорошая новость. Ну и еще довольно интересная ошибка. Снова ничего не помогло. Мы видим, что все еще мы получили ошибку считывания. Где-то вот там говорят, что мы ожидали одно поле, а увидели два. Что это значит? Дело в том, что в русскоязычной реальности CSV-файлы не совсем CSV-файлы. CSV-файл расшифровывается как comma separated values, но в связи с тем, что у нас запятая используется для разделения десятичных разрядов в десятичной дроби, то CSV-файлы чаще всего у нас сохраняются с разделителем, который является точкой с запятой. Если бы мы теперь указали эту дополнительную настроечку, то у нас все получилось. Опять же, у вас может возникнуть законный вопрос. Анатолий, ну тебе хорошо. Ты помнишь вот эти вот подводные камни наизусть. Знаешь, что есть переменная argument encoding. Знаешь, что есть переменная separator, аргумент separator, который надо указать, точка с запятой. Но как бы мы могли до этого дойти до самостоятельно? Ну, опять же, тут только один путь. Надо погуглить. Погуглить pandas read CSV. И вы по первой же ссылке попадете в документацию этого метода. Pandas, как я сказал, это целая библиотека для работы с данными, целый инструмент, если так можно выразиться. И у него очень хорошая онлайн-документация. Все его методы довольно хорошо документированы. Каждый аргумент описан, что он делает. И внизу даже приведены примеры кода, как можно использовать различные функции. Ну, вот функция pandas read CSV. Обратите внимание, своим первым аргументом, с первым параметром получает путь к файлу. А вторым параметром как раз вот separator, который разделяет колонки в нашем файле. Обратите внимание, что по умолчанию он выставлен как запятая, ну, а нам нужно было поставить точку запятой. Часто бывает, что у нас есть tab separator values файла. Там, где разделителем является 4 пробела, ну, табуляция. Опять же, можно указать просто настройки separator. Ну и так далее. Вот здесь вы видите различные настройки, которые также можно изучить и посмотреть, за что они отвечают. Но, опять же, самые важные мы уже разобрали. Это вот, собственно говоря, путь к файлу, разделитель и, соответственно, кодировка, которая отвечает за успешное считывание файла. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Опять же, для начала просто по привычке выведем df в консоль. И здесь вы можете увидеть, что у нас с вами есть какая-то вот информация про, соответственно, про курсы, про заработок на этих курсах. И мы видим, что вот пандский DataFrame в первую очередь это фреон в смысле слова просто таблица с данными, в которой есть вот некоторая информация, которая, соответственно, нам нужна. И это максимально похоже на те данные, с которыми мы работаем просто в нашей с вами, в обычной таблице.